Никак не успокоятся глобалисты, уже сделали нам с 2019 года новые порядки. Так теперь вот английские фермеры предупреждают, что им уже предлагают уничтожить урожай на полях и заплатить за это в полтора раза большей стоимости их урожая, чтобы они его сами уничтожили. Чтобы не покупать, не перевозить и в особых местах уничтожать. И вот пишут глобалисты, пойдут на все, чтобы добиться своего нового мирового порядка, в том числе на организацию голода. Поэтому к этому также нужно быть готовыми, в том числе быть натренированным к голоду. Отдельные рекомендации. Запасайтесь по максимуму хорошим натуральным медом и целебными травами, примитивными медикаментами и семенами. Начинайте заниматься спортом и практикуйте веганство. Кишка блуды и слабые физически не выживут. Мед долго хранится. Ложки меда в день с травяным чаем достаточно, чтобы пережить все перитурбации очень долгое время. Но это действительно так. Натуральный мед, он бесконечно хранится. И вот этот английский фермер тут рассказывает в интервью, что действительно ему сказали, что выкупят за полторы цены, чтобы только он сам его, на полях там его и, как оно, борознами прошелся. Ну смотрите, что тут люди пишут. Нюрнберг 2. Должен звучать с каждого записи в плакате или граффити на стене. Ну пишут, что видите, невозможно сейчас так бороться простым людям и простыми методами с этими корпорациями транснациональными. Другие пишут вот за, что прощает здоровье от того, что нам предлагают. На постсоветском пространстве, в отличие от цивилизованных стран, где один фермер кормит полстраны, в каждой сельской семье есть свое хозяйство. Хотя бдительность терять не стоит. В Украине с этим повезло. У нас дачи со скважинами, села, земля, чтобы что-то вырастить. Не знаю, в Украине чеснок постоянно китайский в Херсоне, картошка египетская с Израиля. Что они тут выращивают, непонятно. Голод давно готовится для всей планеты, потому что им так и дороги наши украинские земли. Если их не продать, лет через 10 мы будем самые богатые. Совет мой, никому ничего не продавать. Наша земля всегда нас кормила. Как только останемся вдали от нее, все умрем. Так, все спланировано, без сомнения. Селяне будут приезжать продавать прямо к домам свою городину. Вот как у меня под балконом сейчас надежда есть. Но когда в 19-м году позакрывали рынки, тогда действительно приезжали на бусиках под многоэтажки и продавали и молоко, и все остальное. Ну, люди молчат, правительство сдались. Их легко к ногтю национальное правительство и президентов прижать. У всех есть у них счета в западных банках. Там они крутят, мутят с финансами. А кто не хочет, устраняют, как президента вот Гаити на днях. Те, кто фактически отказался от этих всех вакцинаций, и всего остального, как Лукашенко. Что ему утворили тогда? Вот плейлист, что тут у меня питание есть. Плейлист, что тут в питании. Там есть видео о рекомендации, какое вообще должно быть предусмотрено создателем питания для человека. Тут сколько? 120 видео. В этом плейлисте. Тут и про трюфеля, как в Херсоне выращивают. Какие яблоки в супермаркетах. Так, потом что тут еще? Каша из зеленой гречки. Фито-чай. О здоровом образе жизни. Березовый сок, как добывать. Вот амарант тоже забытая. И хлеб с него раньше делали. И витамины, и масло. Все, что хочешь, с амаранта было. Потом, какое тут видео. Ну, соевое мясо, сои, котлеты можно сделать. Тоже есть рецепт, показано, как котлеты делать. Сельхоз, сельхоз. Вот котлеты. Завтрак из соевых бобов. Вот это видео хорошее. Тайна правильной еды для человека. Энзимы. Вот это посмотрите. Ну, а есть нации, что, видите, корейцы едят собак. И китайцы имеют собачьи фермы. Бедные животные. Они могут из-за этих всего потом пострадать. Переедят потом их и все по всей планете. Домашних животных. Тут можно все, что хочешь от наших людей ждать. А тут поиск наберите по каналу за энзимы. Посмотрите, или тайна правильной еды. Ну, предупрежден, значит вооружен. Будем надеяться, что мои подписчики задумаются и купят себе пару бутылечков натурального меда. Ищите натуральный мед у знакомых фермеров или пасечников, кто делает его.